И не дотерпели. Сколько гайку не крути, все равно, понимаешь. Резьба закончится. Да. Ну хотя я говорю, что Украина, блять, ну настолько, понимаешь, чтобы сказать, что наивная нет. Ну просто, блять, ну терплячая, терплячая. Их, блять, понимаешь. Вася, бей, крути нахуй, блять. Сколько цены не поднимай, один хуй, блять. Найдут и картошку садить будут. И теперь, да, на балконах будут садить. Да, и понимаешь. И корову на балконах заведут. Да, и корову, блять, и все же, понимаешь. И цены будут такие, и доллары, по хуйю. Понимаешь? Все равно выживут. Выживут, блять. Как бы ни крутило, и все. Хотя, мое личное мнение, что там Россия, там, понимаешь, там все. Брат у меня тоже, блять, в Калининграде, ебать. Ну как, вот. Ну, Вася, звоним. Так, я говорю, что брата стрелять или что? Да, это Господь с тобой. Ну, ты понимаешь, мы тоже. У меня в Москве брат стрелять. Ну, это, это же, конечно. Ну, они там, я так понимаю. Славянин, славянин. И где его будут показывать по телезу, по какой бы надо? Ну, Саша, я тебе скажу, что... А это браво рейд. Саша, я скажу одно. А Юр же открыли? Помнишь это? Ну, вот по книгам там все. Гитлер делал. Ну, вот с такого говорит, что он, блять, собака, пес и тому подобное. Не, ну, с такого говорит человек, что собака, так он и загалкает. Да, ты понимаешь? Вот это, вот это, блять, информация. Вот это все, вот это же, понимаешь, втыкает человеку. А так, чтобы разобраться в Луганске. Люди же, наверное, разобрались, кто такой и зашел. Шахтеры, это же вообще... Они там вообще... Не понимаю, как живут. Шахтеры, это... Это особая нация, это отдельная нация, да. Они понимают, они же поэтому и хотят там... Настолько дружные, настолько, что понимают. Да, да, да. А потом неправильную информацию дают еще начинать. Давай вот все. Да я сам родился на Донбассе. Ты так... О чем ты говоришь, Саша? Я же все родственники там, поэтому... Так я... Мне вот это чего убивает, что меня чуть ли не фашизм. Такое они же слушают в российское телевидение, понимаешь? Ну, хорошо, хорошо. Им же же российское включили. Понимаешь? И... Подожди, вот смотри. И мне сестра... Сестра говорит мне, что у вас там шествие факельное. Короче, все со свастикой ходят и все. Понимаешь? Это возле Киева. Ну, это же маразм. Ну, что нет? Это же маразм. Это так голову людям зацарять. Это же кошмар. Это же натуре уже... Бандера, Бандера, понимаешь? Война. Так какой Бандера? Ну, подожди, не, не, я хочу... Бандера тут рядом. Зачем мы его трогали? Это было тысячу лет назад. Ну, не тысячу, но было. Ну, было, да и ушло, да и все. Понимаешь? Они там вообще отдельная страна. Западная Украина, это вообще... Это не Киев, не... Нахуй трогать эту историю. Да. Ну, знаете, жили нормально, все. Ёптай, ну... Ну, это политик. Это, Саша, только, понимаешь? Это все равно кому-то это выгодно. По-любому. Из всех этих олигархов, политиков. Ну, я так понимаю. Кто-то хочет быть, понимаешь? Человеческому жадности, или как оно сказать... Не с предела. Нет, да, предела нет. Миллиарды, это уже не миллиард. Ну, это же Путин и заболел, видимо, этой имперской болезнью. Черви. Империю нужно создать. Черви, голове полностью, да, да. Понимаешь? Я был о нем совершенно, знаешь, как-то нравился нормально, там, все. А это же вообще-то, это же вообще... Не, ну, брат, брат живет в Москве, и он там за Путина, ну, о чем вы говорите. Не, ну, они правильно. Он, он как бы, это президент его страны. И он прав, да? Вот он, что его оскорбляют, зачем его оскорбляют? Он на меня кричит. Че, Путин, что тебе сделал? Я вот жил в России, и мне вот, и мне тут хорошо. И я вижу, как Путин поднял страну. Какой нахер поднял? Ну, тоже же, это же все пропаганда. Ну, он поднял для себя. А что такое Россия? Да. Россия, это Москва. Все. Вот и все. А вокруг? Вокруг что? Ничего. Оренбурге. Там дальше, я не знаю. Ну, хорошо, сейчас, там, Владивосток, как-то о нем вспомнили. О Сибири вспомнили. Да это смешно. Там все, это, короче, ерунда, балочки. Москва, что там еще? Рублевка, блядь, и все. И все. И все. И все. И Останкино, центральная телевышка, где вещают одни балаболы. Я вообще, понимаешь, новости тоже как-то смотрел там. Я уже перестал смотреть. Мне уже утомило это все. Я вообще, понимаешь, я просто удивлен. Удивлен, удивлен просто. Понимаешь, вот маразм. Ну, просто маразм. Саша, ну, нету слов. Я не знаю, что с какого. Ну, да. Честно, не знаю. Это просто маразм. Да понятно, всех это уже унитаз. Это уже полгода длится, или сколько там, 3-4 месяца. Ты же можно чокнуться на мозг от этих новостей. Просто понимаешь, такая идет информация. Это ложь, это ложь. Не, так наши тоже. Наши вот украинский канал. Посмотришь. Все, блядь, суки, короче, москали. Все, блядь, уроды, блядь. Да и я 37 лет отработал водителем. Объездил всю Украину. Львов, Львов, Лужгород, и тому подобное. Ну, Бравары это самое лучшее. Самый лучший город. Гавары не гавары, а приедешь бравары. Это маленький Париж, понимаешь? Да, да, да. У всех своих знакомых. Люди с своим менталитетом. Это как Николая. Я в Николаев приезжаю, когда к родственникам. И жили, и нормально. Так же и на Донбассе, поверь мне. Я когда приезжаю к родственникам, у меня тоже наш. Ну, там другой народ. Вообще менталитет. Менталитет другой. Саша, ну, это совершенно невероятно. Саша, я про Львов, про Лужгород, про Тернополь. Вообще. Понимаешь, это же прекраснейшая... Я там вообще... Ни одного бандеровца не видел. Как они рассказывают. Ну, это же придумали. Почему не Власов? Почему тому подобное, понимаешь? Ну, Власова своего они же... Они же дали. Не спалят. Они же дали. Они тышут. А то, что он там... Ну, не хочу, я это все ради Бога. Ну, все, ладно. Саша, спасибо за то, что поговорили. Все будет прекрасно. Не боясь камеры. А то многие боятся, знаешь. Не хотят высказывать мнения. Мое личное мнение, я то, что думаю, то и Власова. Понимаю? То, что надоело жить рабом, надоело. Ну, это да. Понимаю. Вот, ну, все, сколько. А там же, как бы, ну, жаба давит, что ли, на Донбассе. Ага, вот вы Майдан там устроили, мы. Как вроде мы устроили, мы с тобой, да? Вроде мы устроили Майдан. Хорошо, Сав. Хорошо. Давай вспомним Советский Союз. Ну, так вот, они же хотят вспомнить. Понимаешь? Я не думаю, что в России это Советский Союз. Тогда помнишь, мы жили как-то по категориям. Не бывает такого. Нет, по категориям уже. Да, по Любасу, да. Шахтеры жили по первой категории. Потому что шахтеры – это работяга. Да, ну... Спустись на полторы тысячи вниз, понимаешь? И ты подумаешь. Стоит ему деньги платить или нет? Понимаешь? Ну, да. Нет, тут даже бесспорно, понимаешь? В гадалки ходить не надо. Все это понятно и так. Да, да, Саша. Ну, это нормальные люди понимают. И жили мы. Все нормально было. Всем хватало все. Нет, блин. А то вдруг, знаете, что-то непонятно кто пришел. Ну, про этого урода я вообще не говорю. Про Януковича, блядь. Ну, это... Просто рожденный, блядь, я не знаю. Как там я, как говорится, в зоне не сидел. Я там не знаю, кто там... Ну, да. По ихним мерам. По мостям. По мостям, понимаешь? Ну, то, что... Жизнь он закончит там, где и начинал. Да, да. Понимаете? Там мне уже, например, если честно, мне уже по барабану, где он жизнь закончил. Лишь бы закончил. Я не знаю, понимаешь? Так, ну, ладненько. Саша, говорят, что у евреев есть какая-то такая хитрая извилина. Так хохол родился, а еврей заплакал. Да, да. Понимаешь? А вот у человека, блядь, у магната, там, и всем подобное, у миллиардера, у него появляется вот эта вот извилина, понимаешь? Которая... Ну, да, да. Все, Саша. Все, спасибо большое. Люблю свою.